Всем привет дорогие друзья! Сейчас мы едем помогать бабушкам в Чернобыль. Привет Влад! Здорово! Здорово! Здорово Генбул! Здорово ребят! Здорово Серёга! Здорово! Вот у нас есть список продуктов, сейчас собственно идем закупаться. Так, вот половину продукта уже купили бабушкам, сейчас ищем колбаску, чай, макароны. Ну собственно все самое необходимое бабушкам. В прошлый раз бабулечки очень были благодарны за помощь от вас. Так что я думаю, что это будет круто. Нормальная автобуса? Да я думаю, что да. Так, чай, печенье у нас осталось. Берем бабушкам чаек, вот такой вот пакетированный. Берем порошок. Бабушки просили в прошлый раз. Может быть для белых еще, для цветных? Или лучше, вот я думаю. Блин, вот это не знаю. Надо взять этот, 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 недорогой. Ну давай. Почти для белых. Так, закупаемся. Так, друзья, вот мы закупились на четырех бабушек. По чеку у нас вышло 1326 гривен. Всего у нас донатов 4000 гривен. Это эквивалент 10 тысячам русских рублей, которые мне скинули на донат на бабушках. Вот. Дальше у нас, сейчас мы закупимся лекарствами для бабушек. И остальное уже отдадим им просто деньгами. Потому как больше мы закупаться не можем, потому что мы просто не донесем это, так как мы идем пешком. Сейчас нас ждет долгая дорога к зоне. Ну как долгая, примерно часа два. А потом нам придется пешком идти чуть больше, чем 7 километров. Все это нести бабушкам. Здесь мы что, загружаем. Ты один пакет напаковал, да? Да, то есть у нас уже есть пакеты. Смотри, как мы будем с колбасой поступать? У нас две палки типа и... Четыре палки. Вот так развязаем и не даем. Четыре палки на колбасу. Четыре, четыре, да. А, да. Четыре. А, так вообще прекрасно. На самом деле я... Все нормально. Никого не обидим. Здесь я, если на патруль бродни застрелил. Ну что ж, друзья, мы приехали в село Губин. Привет. Идет дождь. Мы пытаемся его переждать. Надеемся, что он закончится минут через 20. Ну и, собственно, наверное, будем забрасываться. Димон Обещал через 15 минут, а через 15 минут дождя не будет. Посмотрим. Давно ты уже волонтерством занялся. Слушай, как с тобой познакомился, так сразу и начали заниматься. Послушай, наше первое волонтерство, на самом деле, началось в 2011 году. Ты помнишь эту историю, когда мы первый раз пришли в Куповатое. И на самом деле это совместительство полезного с прекрасным. Не, на самом деле бабушка нам очень просили, чтобы мы регулярно к ним заезжали и что-нибудь подвозили. Да, потому что... Что, магазина нету в селе? Магазин приезжает... На данный момент магазин приезжает, насколько я знаю, один раз в две недели. Вот представьте себе, ребята, если вы закупаетесь в магазине один раз на две недели, что вы можете купить? У вас фантазии не хватит. Поэтому мы помогаем на данный момент, сколько сможем, сколько поможем. Ну что, ребят, будем двигать. Дождь вроде закончился. У нас сколько, 7 километров, да, Дима? У нас 6 километров с половиной. Но у нас очень большой груз. И все на себе. Нам никто не помог? Будем двигать. Надеемся, что мы дойдем и все будет хорошо. Да, в принципе, ночь, я думаю, что не должно ментов быть. Тем более, что мы с благородной миссией. Все будет хорошо. Ну что ж, вот она уже колючая проволока. Чернобыльская зона. Отдавайте, ребят. Который мы переходим. Далее мы находимся в зоне, чтобы нам придется спали нам против бабушек, и затащить их к вам еще. Ну что я? Что вы делаете? Очень тихий залаз такой. Ну все, теперь мы официально в зоне. Грибы собираешь? Так, ну что, давай побыстрее отойдем отсюда. Ребят, на Максик. Входим. Мы остановились на привал. Прошли где-то примерно 4 километра. Это у нас чуть больше, чем половины пути до села, в котором живут чернобыльские бабушки-самоселки. Сейчас у нас будет привал, небольшой перекус, потому как мы все уже жутко хотим кушать. Ну и просто отдохнуть. Мы никуда, в принципе, не спешим. Сейчас всего лишь 2 часа ночи. Нам прийти нужно под утро, потому как, ну, понятное дело, бабушки спят, да? То есть нет смысла так сильно спешить в село, поэтому мы отдохнем, перекусим, пообщаемся и будем идти дальше. Мы сегодня готовим в походе «Богрич». Это супермясное аппетитное блюдо, которое подается супер в походе. Ребята должны быть очень рады, если мы его все-таки сделаем. А что, ну типа без масла, без ничего? Вот так и полюбают. Нет, 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 там жирочка. А, блин, ноги мокрые. После дождя высокая трава. Недалеко до больницы. Ты нашел следы медведя по пути к бабушкам. А, ну смотри, вот они. Ни хрена себе. Следы медведя. Видишь? Вон, следы медведя. Вот, да. Смотри, здоровая, посмотри, кулапа, здоровая. Главное, чтобы он не тут рядом был. Вот, вот оно идет. Там медведь, смотри, даже от кухтейфа. Видишь, осталось от медведя. Бро, ну я, ты знаешь, чтоб так близко, прям близко ж. Хоть такого ж никогда не было. Ну, так вообще, рядом же с колючкой. Слышите, что это после дождя? Что-то мы где-то, что недавно проходил. Ну, да, да, похоже он. Так что, друзья, в Чернобыльской зоне все-таки медведь есть. И только что мы как раз увидели его следы. Ну, судя по всему, это какой-то небольшой, среднего размера медведь. Но все равно, сталкерам, которые здесь гуляют, нужно быть очень осторожными. Медведь это достаточно опасный зверь. Ну, а мы двигаемся дальше. К бабушкам у нас 3 километра остается до села. Смотри, хочешь здоровый? Смотри, у вас костей, вот мой, да? А вон, где он у вас заканчивается кухня. Ты думаешь, что это другой медведь? Да, это другой, потому что тот медведь. Я не знаю, ну, видишь, либо он как-то под другую лапу поставил, потому что просто воскликаем здоровый. Охренеть. А где следующий шаг? А вон. Вот, смотри. Нихерасно. Да, наверное, все-таки это он просто, не, наверное, он не такой ужин и маленький получается. Вот, смотри. Тут вроде поменьше след. Ну, это понял, наверное, кажется, он проскользил лапой, мне кажется. Блин, а что, неужели он после дождя сегодня вот проходил? Ну, смотри, вот наш след, след медведя. После дождя шел. Охренеть. Это же буквально этой же ночью, значит. Друзья, посмотрите, какой замечательный рассвет нас встречает в зоне отчуждения. Блин, это, наверное, тоже один из элементов, за которыми мы ходим сюда. Блин, это действительно красота. Итак, пять часов утра, точнее, пять двадцать. И мы подошли к селу. Прекраснейший рассвет. Хочется спать. Хочется увидеть бабушек. И принести им гостинцы. Уже скоро. Ну, вот видно уже первые дома. Бабушки еще спят, скорее всего. Так что нам придется сейчас немножечко подождать. Как минимум, я думаю, что семи часов утра. Самоселы, на самом деле, очень стремаются, когда к ним приходят люди без машины. Думаю, они не стремаются. Не, ну, сейчас-то знают, что мы будем. Да. А, типа, если без приглашения все такое, то могут ментал вызвать. Нет, 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 нет. Потому как были ситуации, что самоселов грабили. Просто приходили. Нет, 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 нет. Слышишь? Нет, нет, нет. Сережа, все дети. Здравствуйте. Здравствуйте. А мама все же не наваривает. Ничего страшного, бабушка. Ой, мои, здравствуйте. Молодцы мои, голубяцы мои. Огорьте. Огорьте. Да. Сергей. Здравствуйте. И магу здесь врезать. Магу здесь врезать. Здравствуйте. О, корейку мне. Саняк. О, не зайчик мне. Ох. Даже бородой. Это модно. Женка хорошо любит. Мы там ехали, там вообще поваляло все. У нас такая стена, а потом разошло все. А, ну вас не затронуло, потому что мы ехали под горностой, горностапелем полностью все повалило. Треба штаны понадобить, чтобы комары не кусали, або по крапице. Да, да. Мы не слишком рано к вам зашли. Баба, что есть, ты не наварил? Да, ничего страшного. Мы пока тут... Мы перекустили по дороге. Мы бог дочь варили, но не получилось у нас. Я тебе скажу, что надавай что-либо у нас в комару. Ничего страшного, пускай кусает. Смотри, надавай штаны, а я тебе слою там. Да, давай там что-нибудь, ему надо. Да, я вам пропустую. Илье, ему свои надо. И там, и там, и там, и там, и там. И там, и там, и там. И там, 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 и там. Вот такой вот двор у бабушки. Так с виду-то особо и не скажешь, что тут никто не живет в этом селе. Стас чинит бабушке топор. Идите. И я тут заметил онлайн. Бабушкой рубать дрова. Здесь сарай. Вот еще хатка заброшенная. Скорее всего. Вот это вам сиденье на двор курить. А вот это браску кедров? Ага. Сейчас переходим. Вот иди, где он. Так. Сейчас, ребят, нам приходит важная задача. Нарубить Бабу Маше как можно больше дров. Короче, кто больше рубит, получает 1000 баксов. И пока что я проиграю. Ребят, ребят, ребят. Ну что, у нас снова чемпионат. Бабушка попросила нарубить дров. Бабушка попросила нарубить дров? Да, так ты их швыряешь, а не рубишь. Ничего себе! Ну... Добавил субтитры DimaTorzok ну поставили бабушки наши скромные подарочки бабушка накрыла нам такой вот чудесный стол все местные картошечка с грибочками мы приехали опять на курорт спасибо большое за это гостеприимство да спасибо большое бабушке машины всем самосилон посмотрите какой салатик крутой нам бабушка приготовила здесь посмотрите как шикарно все реально красиво ухожено сразу видно что бабушка настоящая хозяйка вот в этом селе множество заброшенных домов таких ну как заброшенных за ними присматривают и много у каких домов именно закрыты двери на замки вот так с некоторые дома приезжают бывшие жители то есть за ними следят как бы бабушки которые здесь остались самоселы так вот этот дом выглядит внутри здесь мы собственно и будем отдыхать можно сказать что это очень хорошо сохранившаяся хата спустя 34 года после аварии вот собственно настал момент когда мы идем и разносим еще трем бабушкам помощь идем по селу гуляем вообще отличная погодка хорошее настроение хорошее дело делаем друзья вот так вот мы проходим остановочку этого села даже в принципе пороги не скажешь что это вообще зона вот здесь двор бабушки ганны среди постояльцев тех кто ездит зону туристов это очень популярная бабушка не наверно ну практически все заезжали кто был многодневных турах по чернобыльской зоне вот бабушки ганни попали и мы здравствуйте мы вам немножко принесли в пакете ойди заходьте здравствуйте Здравствуйте. Ого, давайте. Ой, детки мои. Ой, сынок, я вас не знаю, что я вам по-заразу поналиваю. Баба не болеет и крыма. Главное, чтобы вы не болели и долго жили. Так не болели бабы-малыши. У вас там алфа будет? Вот такой двор у бабушки Ганны, тоже шикарный такой видите Как ваши дела? Сынок, у меня нога болит, болит там У тебя пешком, у меня угостилась моя стража, Соня А я достала нарезать, мы трохи ели, посадите, сынок, садите в гостях Внимаем трохи, масло, хотите будете есть, залезла вам на лесник халвиму Даже совсем чуть-чуть Да, мы уже кушаем, нас угощали Погуляйте, погуляйте, а то вас угостала баба, это баба Ганна Вот так, баба Погуляйте, хотя бы позвонили, ой, детки мои, чтобы они позвонили, куда на лесников разморожили Ой, ой, здесь мурашка залезла Спасибо, спасибо большое Посмотрите, какой огород у бабушки Сони Эта бабушка полностью сама все садит, обрабатывает и собирает Ну, то есть она говорит, ей никто не помогает Вот это кабачки такие у бабушки Этой бабушке мы помогли, она просто безмерно рада Огромное спасибо всем вам, кто скидывал донаты Именно благодаря вам мы и можем вот так помогать некоторым людям в Чернобыльской зоне, которые здесь живут Я думаю, что вы удивлены приятно гостеприимством людей, которые здесь живут, самоселов Людей, которые не захотели отсюда уезжать Каждая бабушка, к которой мы заходим и относим помощь, предлагает нам перекусить Ну, и очень сильно благодарит за то, что мы принесли Взяли и принесли им эти продукты, эти лекарства Им очень приятно Они, ну, просто в восторге от того, что их просто не забывают Вот, едят, привозите А вот, как еба сейчас заужите Мне самая главная пора, чтобы я что-то не отбираю Вот видите, Стас угадал Это Стас? Да, Стас, это Стас Иди перчик с мукой, вот так Вот так, иди перчик Иди перчик, иди перчик, иди перчик, иди Иди, баба, мамка Я хотела на листочку, а мне надо здесь Иди, баба, дам, дам Они, как бы, до зеркала пришли Так, они все на дворе И на листочке все Даже по твоей части, где он на листочке, он на дорогу Пойдемте, Славь Я вам бутылочку налив А у нас уже бутылочек, не надо нам ничего Винца налив Ну, давайте, винца, только чуть-чуть, совсем чуть-чуть Я считаю, что такую помощь нужно развозить регулярно Хотя бы раз в два месяца, а лучше раз в месяц Потому что им здесь живется, ну, не сладко Бабушка Ганна тоже накрыла нам на стол Блин, ребят, сало просто бомба, я только что попробовал Вообще там все вкусное такое Смотрите, какой огородик огромный, у бабушек все общий на село Вот Серега воду понес, бабушки попросили Тяжеловато им справляться Без дедушек в селе Это они носят, типа, сами воду С каждого, своего дома сюда А это путь не близкий Каждый день нужно поливать огород Ну, вот видите, картошечка у бабушек Слева бабушкой Маша, справа бабушкой Аня Вот такой вот огородик А то те помидоры скоро приходят Гурки, бураки, морква, посолья И тот сам плясал, о, только что тут Так я думала, подпишкать Может, у меня придется А ты еще и разори достави Ходить не могу, папа, еще Ходить не могу Прискодить, ты сказала она, что я приду Ведь мне дякую, что завозлю тебя уже Что она скажет, Маруша? Это чеснок мой А, сейчас посмотрите, у вас было бы такое Ну, это ж я садил Димон, здесь, оказывается, садил чесночок Сюда? Да Садил по два Я садил Что, ты в три раз садил Так это ж мой первый опыт был Слышишь? По на самом разори посадил Не, ну так много взросло Раз, два У нас завтрак переросший в обед у бабушки У нас бабушка угостила очень вкусной картошечкой домашней Салатиком, ну, мы уже съели это все И вот такие вот грибочки местные открыли, сейчас будем кушать Ну, я уже попробовал, они реально очень вкусные На радиацию они тоже нормальные Все хорошо В общем, ну, очень приятные впечатления остались от этой встречи, ребят, скажите Как вам вообще? Мы как на курорте на самом деле Да Всегда, да, как на курорт обычно приходим Пришли на дачу Блин, реально уходить не хочется вообще Здесь настолько классно Отдых от интернета, от социума Вкусная еда Небольшая, небольшую помощь провели бабушкам также Спасибо, ребята, всем тем, кто делал донаты Огромное спасибо вам Бабушки получили свою помощь и она была сейчас как никогда полезная Почему? Да, мы постараемся регулярно сюда приходить и помогать бабушкам Эта помощь здесь реально нужна Потому что магазин начинает ездить намного реже Один раз в месяц Вот, ребят, представляете такую ситуацию Чтобы вы в магазин приезжали один раз в месяц Вот так вот живут здесь бабушки Поэтому огромнейшее вам спасибо за то, что вы делаете донату Стасу Мы привозим это все Бабушки все рады, бабушки счастливы Это все благодаря вам Спасибо огромное Да, ребят, спасибо большое Если вы не против, мы будем продолжать Также приезжать к бабушкам Радовать вас новыми видео И показывать, как они здесь выживают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok